здравствуйте добро пожаловать на канал advanced algorithms с вами константин макарычев профессор computer science университета northwestern на прошлой лекции мы обсуждали неравенство битштейна чернова и хевдинга а сегодня мы посмотрим как эти неравенства применяются в теоретическом компьютер сайнс на примере задачи о маршрутизации пакетов или сообщений в графах а точнее мы рассмотрим алгоритм велианта который по-английски называется вендом и обливилась ирмитей шин раутин в чем же заключается наша задача предположим что нам дан граф же и набор пар вершин сайте ай который называются терминалами и наша цель найти пути из каждого с ай соответствующий часть из с 1 т 1 из с 2 в т 2 из с 3 т 3 и так далее а при этом мы хотим минимизировать время за которое все сообщения достигнут своей цели то есть каждое сообщение из за сай должно дойти до тяло предполагаем что пакета сообщения движутся по путям которые мы выбрали или маршрутом и время за которое они передвигаются на одно ребро равно и одной единице времени мы также будем предполагать что одновременно по каждому ребро может двигаться не более чем один пакет если два пакета прибывают на вершину исходные вершины в одно и то же время то одна из вершин один из пакетов должен пропустить другой таким образом в каждой вершине у нас есть некоторая очередь которой помещаются те сообщения которые не могут быть посланы по ребру в данный момент из этой очереди могут возникать задержки конечно же если таких задержек не было то для каждой сайте и пара мы бы просто выбрали кратчайший путь между сай дать ей но мы не хотим перегрузить никакие ребра потому что опять же если по какому-то ребру мы посылаем слишком много сообщений то возникают задержки и давайте посмотрим как решить эту задачу которая моделирует компьютерные сети а также мультипроцессорные системы мультипроцессорных системах вершины это процессоры а ребра это соединение между процессорами более того наше решение будет облилилс то есть каждая вершина сайт будет выбирать маршрут для сообщений за сайт в тяг независимо от других вершин сайт и это требование которое тоже удобно накладывать например мультипроцессорных системах что каждый пакет маршрут для каждого пакета выбирается независимо точке отправления а давайте подумаем что мы можем сказать о времени которое необходимо всем пакетам достичь своей цели конечно же диаметр конечно же это зависит от диаметра графа сегодня мы будем рассматривать конкретный тип графов это гипер куба гиперкуб куба размерности d рисунке вы видите куб размерности 3 но нас будут интересовать многомерные кубы и как можно думать о многомерных кубах как о строчках из нулей и единиц каждые 0 или единицы это соответствующая координата куба две вершины соединены ребром если они отличаются в одной координате в одной позиции и диаметр гиперкуба равен d равен размерности если мы посмотрим на две диаметральные вершины то расстояние между ними будет ровно d таким образом если бы у нас не было задержек а если по каждому ребру могло бы следовать несколько сообщений одновременно то ответ на наш вопрос был бы d мы могли бы послать все пакеты за время d и давайте подумаем можно ли это сделать с учетом сообщений конечно же время d может быть слишком оптимистичный был бы результат то есть d у нас не получится получить но можем ли мы получить время которое пропорционально d некоторая константа умножить на d например можем ли мы переслать все сообщения за время 10 умножить на d и ответ на этот вопрос в каком-то смысле негативный то есть если мы хотим чтобы маршруты выбирались в каждой точке отправления каждой вершине сай независимо от других с ч то это сделать невозможно если наши стратегии невероятно если они детерминистические я предлагаю нашим слушателям подумать об этом это не очень простая задача но можно например доказать для конкретных стратегий терминистических что действительно задержка будет больше чем константа умножить на d в общем случае этот вопрос чуть более сложный но опять же наши слушатели могут о нем подумать оказывается что если маршрут мы можем выбирать вероятностно то мы можем получить ответ порядка d с высокой вероятностью то есть существует алгоритм который для каждой вершины независимо выбирает маршрут из сайти так чтобы максимальная задержка для всех пакетов было ограничено скажем константы 10 d большой вероятностью и сегодня мы посмотрим как этот алгоритм работает и этот алгоритм был предложен в эллиантом в начале восьмидесятых а потом уточнен в эллиантом и брёбнером опять же в начале восьмидесятых как же работает этот алгоритм мы будем делать нечто что вначале кажется не очень да довольно таки загадочным мы для каждого пары с айти айт выберем случайно независимую от других выборов вершину а рай в нашем кубе то есть каждый сайт при выборе маршрута будет выбирать а рай независимо просто как случайная вершина в кубе и потом пошлет сообщение через а рай то есть сообщение с сай а рай а потом т.р. и маршрут из сай в рай и из рай в т.р. будет выбран используя стратегию бит фиксен и мы можем назвать эту стратегию по-русски стратегию исправления бит и что мы делаем в этой стратегии предположим что мы смотрим на вершины с ай и рай мы сканируем координаты слева направо в сай и в рай начале координаты могут быть равны например 0011 и так далее но в каком-то месте координаты расходятся и тогда мы делаем мы переходим мы фиксируем эту координату мы изменяем 0 на единицу или наоборот единицу на 0 так чтобы эта координата стала равна координате в р ай вот например а пример такой что если мы хотим перейти из 0 0 0 в 1 0 1 то мы вначале исправим первую координату заменим 0 на единицу заметим что всегда такие вершины которые отличаются в одной координате соединены ребром поэтому мы это можем сделать затем и из вершины 1 0 0 перейдем вершину 1 0 1 поскольку они соединены ребром формально мы продолжим сканировать координаты слева направо найдем первое различие первое различие будет в третьей координате и мы заменим 0 на единицу таким образом за два хода и перейдем из вершины 0 0 0 в 1 0 1 и теорема утверждает следующее что предположим что пара сайте ай заранее выданы выбранные представляют собой перестановку то есть каждый асай участвует как точка отправления один раз в нашем наборе никакие два асай не равны то есть никакие асай не равен из g и все эти ай также различны то есть нас есть перестановка из асай в ти ай всего количество таких пар равно n где n это число вершины в кубе или два степени d и тогда алгоритм для лента который мы только что обсудили маршетизирует все сообщения с максимальной задержкой не больше чем порядка d с высокой вероятностью это утверждение наша теорема и давайте перейдем к доказательству этого утверждения мы начнем с доказательства этого утверждения для первого этапа нашей маршетизации то есть давайте предположим на время что наша цель переслать пакеты не из сай в ти а из сай в р ай для каждого мы пока хотим переслать пакеты только на промежуточный пункт назначения потом аналогичным образом мы можем проанализировать как пакеты передаются из промежуточного места назначения до си ай поэтому будем анализировать только первый шаг в алгоритме покажем что задержка не превосходит некоторые константы умножить на d и обозначим за п с индексом ай путь из сай в ти ай выбранный с помощью путь из сай в рай выбранный с помощью стратегии исправления бит заметим что два пути пи ай и пиджей могут отличаться не более могут пересекаться но они всегда пересекаются по какому-то подпути то есть начали эти пути могут расходиться потом в каком-то момент они могут сойтись идти по одним и тем же ребрам а потом они расходятся и больше никогда не сходятся тут мы используем свойства стратегии исправления бит вообще говоря другие кратчайшие пути могут потенциально расходиться и сходиться но легко посмотреть что именно данная стратегия стратегия фиксирование бит или исправление бит она удовлетворяет этому свойству это для нас будет важным свойством нашего доказательства и первая лема которую мы не докажем и о которой я предлагаю подумать нашим слушателям заключается в следующем задержка для сообщений из сай в рай не превосходят числа путей пи джей с индексом g не равного ай который пересекает пи ай и под задержкой мы имеем ввиду дополнительное время которое требуется сообщению чтобы перейти из ай из сай ти ай конечно же любому сообщению требуется время равное расстоянию от сай дти это так сказать изначальное время пути плюс некоторая задержка вот эта дополнительная задержка не превосходит числу путей пи джей которые пересекают наш путь пи ай и это грубо говоря следует из наблюдения которые мы сделали то есть пи ай может ждать пиджей не больше может каждый пиджей может задержать пакет не больше чем на единицу времени точнее пакет который следует по пути пиджей может задержать пакет который следует по пути пи ай не больше чем на единицу времени и здесь я хотел бы уточнить что происходит в случае если два пакета прибывают, скажем, какой-то узел графа одновременно, какой из них отправляется первым. Это зависит от некоторых приоритетов пакетов. И можно использовать очередь FIFO, first in, first out, то есть кто первый прибыл, тот первый отправляется. Если два пакета прибыли одновременно, то мы можем выбрать один из них, который отправится первым. Это может сделать либо мы, либо, может быть, наоборот, наш противник. Вообще говоря, в данной теореме это не важно. Можно для простоты считать, что приоритетом обладают те пакеты, которые имеют меньший порядковый номер. То есть пакет из S1 в T1 будет выбираться раньше, чем пакет из S2 в T2. Можно считать, что мы используем правила first in, first out. А если два пакета прибыли в одно и то же время, в вершину, то мы выбираем приоритет случайно. Это неважно. Любая стратегия даст нам нужную теорему. И вот эта лема, лема 1, она выполнена вне зависимости от стратегии. Опять же, главным шагом доказательства лема 1 является наблюдение, что каждый маршрут PJ, который пересекает PI, может задержать наш пакет, который следует по пути PI, не больше, чем на единицу времени. Как это доказать? Это кажется достаточно интуитивным утверждением, особенно если вы подумаете о нем немного. Но доказательство может быть и не таким уж простым. Немного непонятно, как это доказывать. Но подумайте о следующей идее, что давайте отдельно будем смотреть на пакет, который движется по пути PI, из SI в TI и на все остальные пакеты. И оказывается, что нам неважно, какие приоритеты имеют другие пакеты, потому что с точки зрения пакета I, они неотличимы. Это просто некоторые пакеты, которые тормозят наш пакет I. Поэтому мы можем переставлять приоритеты в тех пакетах и решать, какой из них пройдет по какому ребру первым. От этого задержка пакета I не изменится. И можно считать также, что приоритет у пакета I, да и меньший, он всегда ждет другие пакеты. Опять же, можно показать, что это наихудший для нас случай. И в таком случае мы можем так переставлять приоритеты, что когда I встречается с каким-то пакетом J, приоритет у пакета J повышается, и он уже без остановок движется до своего назначения, и таким образом больше не мешает пакету I. И в этом случае пакету I будут мешать только другие пакеты, которые пересекают путь PI. Количество таких пакетов равно числу пересечений путей PJ с PI. Опять же, я наметил план доказательства. Детали мы не будем обсуждать сегодня, но предлагаю нашим слушателям подумать, как формализовать это доказательство. Теперь мы докажем основное утверждение теоремы LEMO2. И эта LEMO утверждает, что с высокой вероятностью число пути PJ, которые пересекают PI, не превосходит 4D. Точнее, вероятность того, что число пути PJ, пересекающихся PI, больше, чем 4D, меньше либо равно, чем единица на N в кубе. Из этой LEMO, используя Union Bound, или оценку BULLE, мы получим утверждение теоремы, потому что по Union Bound вероятность того, что хотя бы для одного I число PJ, пересекающихся с этим PI, больше, чем 4D, с вероятностью, не превосходящей единицы на N в кубе, умножить на N. N – это число таких I, всевозможных I, число вершин в нашем кубе, и это равняется единице на N в квадрате. Таким образом, вероятность того, что ни один из пакетов не задержится на больше, чем 4D, больше либо равна, чем единица минус единица на N в квадрате. Это заканчивает доказательство нашей теоремы для первой части маршрутизации. То есть мы знаем, что все сообщения достигнут промежуточных целей RI за время, не превосходящее, чем 5D. И легко потом обобщить это доказательство и для второй части нашего алгоритма маршрутизации для маршрута от RJ до TJ. Время пути может умножиться на какой-то константный фактор. Нам нужно быть немного осторожным, потому что пути как от SI до промежуточной вершины RI могут задерживаться и из-за пакетов, которые уже движутся от RJ до TJ. Но, в принципе, доказательство останется тем же самым. Итак, как доказать эту лему, лему 2? Мы разобьем доказательство на два шага. На первом шаге мы покажем, что матожидание число J, таких, что PJ пересекается с конкретным PI, не превосходит D. Здесь I фиксировано, а J не фиксировано. То есть мы считаем количество J, таких, что PI и PJ пересекаются. А на втором шаге мы воспользуемся неравенством Чернова, чтобы получить лему 2. То есть мы покажем, что с высокой вероятностью число PJ, пересекающих с PI, не превосходит 4D. Мы начнем с первого шага. Давайте мы зафиксируем наш промежуточный вершину RI. То есть таким образом мы зафиксируем также маршрут PI. На самом деле покажем, что вот эти вот оценки, матожидание, неравенство Чернова выполнено при любом, даже неудачном для нас выбранном, RI, при этом RI зафиксировано, а все остальные промежуточные вершины RJ не фиксированы. Они все случайные перемены, а RI сфиксировано. Таким образом, мы считаем от ожидания и вероятности при условии RI. На первом шаге мы посмотрим на маршрут PI, ведущий от SI до промежуточной вершины RI, и выберем произвольное ребро на этом пути или маршруте PI. Давайте будем считать, что концами ребра E являются вершины следующего вида. Вначале идет A, двоичные записи координат, потом 0, а потом B. То есть A это некоторый префикс, 0, потом суффикс B, а другой конец ребра E это опять же тот же самый префикс A, потом единичка, а потом суффикс B. Здесь неважно, направлены ли ребро от нуля к единице или от единицы к нулю. Но давайте условимся считать, что оно идет от нуля к единице. И мы хотим посмотреть, какое количество маршрутов будут следовать по этому ребру E в таком же направлении, как и PI. Я хотел бы заметить здесь, что мы считаем, что PI и PJ пересекаются как ориентированные маршруты, то есть нас интересует вероятность, что ребро E будет принадлежать маршруту PJ в той же ориентации, то есть оно будет со-направлено с маршрутом PJ. И хотел бы подчеркнуть, что мы считаем, что один пакет или одно сообщение ждет другого сообщения, когда оба сообщения хотят воспользоваться каким-то ребром, только в том случае, если они движутся в одном и том же направлении. Мы будем считать для простоты, что одновременно мы можем послать сообщения по ребру в одну сторону и в другую сторону. То есть ребра ориентированы. В принципе, это не меняет доказательства. Итак, давайте посмотрим, что происходит, если PJ содержит ребро E. То есть при каких условиях PJ может содержать ребро E. Во-первых, это значит, что промежуточная вершина RJ, у нее префикс, префикс равен A. Почему? Потому что наш пакет движется от SJ до RJ, и мы один за другим исправляем биты, чтобы они были равны битам вершины RJ, координатам вершины RJ. И если мы дошли до бита, где мы меняем 0 на 1, вот эти позиции, подсвеченные на экране, то это значит, что мы уже исправили префикс нашей записи, то есть A это уже префикс RJ, вершины, в которую направлен наше сообщение. В то же время суффикс B мы еще не успели поменять, то есть этот суффикс должен совпадать с суффиксом вершины SG. Или иными словами, первые координаты совпадают, должны совпадать с префиксом RJ, RJ, а последние координаты должны совпадать с суффиксом SG. это условия, при котором мы воспользуемся ребром E. Какое количество вершин SG, у которых суффикс равен B? Число таких вершин 2 в степени N минус B минус 1. N минус мощность B длина B минус 1. Правильно? Потому что мы имеем право, мы зафиксировали суффикс, имеем право менять префикс, то есть те биты, которые расположены в префиксе A. Правильно? A может быть другим, произвольным, а биты B и, собственно говоря, значение 0 должны быть зафиксированы. Таким образом, количество возможных SG равняется N в степени B минус 1. Теперь для каждого такого SG какая вероятность, что мы выберем RG таким образом, что маршрут из SG пойдет по ребру E. Опять же, как мы только что увидели, это происходит в том и только том случае, если префикс RG равен A. Таким образом, вероятность того, что мы выберем RG таким образом, равняется E в степени минус равняется 2 в степени минус длина A. И теперь мы получаем мат ожидания число маршрутов PJ. Мы должны умножить 2 в степени N минус B минус 1 число возможных вершин SG. Наивероятность, что для конкретной вершины SG мы выберем правильную вершину RG, такую вершину, что маршрут пойдет через ребро E. Таким образом, мы получаем такую формулу 2 в степени N минус B минус 1 минус легко заметить, что сумма A плюс B плюс 1 как раз равняется N, то есть это 2 просто в нулевой степени это единица. То есть в среднем дополнительно к I мы получим 1 1 дополнительное маршрут пересекающий PI. И теперь мы хотим оценить общее количество маршрутов PIG, которые пересекают PI. Не перебру E, а по одному из ребер принадлежащих PI. Для этого мы умножим мата ожидания на D на число ребер в маршруте PI. PI может содержать меньше, чем D ребер, но максимальное число это D. Мы получим, что мата ожидания не превосходит D. Это почти заканчивает наш анализ. Единственное, что нам осталось воспользоваться границей черного. Итак, что мы знаем? Мы знаем, что при фиксированном PI события PI и PGA события пересечения PI и PGA не равно нулю независимы. Опять же, PI это фиксированный маршрут и все PGA выбраны независимо. Поэтому такие вот события, что PIA и PGA пересекаются, они абсолютно независимы, они могут иметь разное распределение, то есть вероятности могут быть различны для различных G, но при фиксированном PIA, что очень важно, события такие, что PIA и PGA пересекаются, независимы. Теперь обозначим за XJ индикатор события того, что PIA и PGA пересекаются. мы знаем, что мат ожидания суммы таких индикаторов XJ по всем J от 1 до N J не равняется I не превосходит D. Это мы знаем с первого шага. Теперь мы воспользуемся неравидностям Чернова. Здесь нам очень удобно, что оценка не зависит от N и у неравидности Чернова, которую мы видели на прошлой лекции, не требуется, что XJ имеют одно и то же распределение, потому что они, вообще говоря, здесь не имеют одно и то же распределение и мы даже не знаем, какое распределение у каждого XJ. То есть каждая XJ, конечно же, это Бернулевская случайная величина, она принимает значение 0,1, но эти вероятности нам неизвестны, они зависят от конкретного маршрута PI. Итак, неравидность Чернова дает нам, что вероятность того, что сумма XJ больше чем либо равна чем 4D не превосходит Е в степени минус μ умножить на Е μ делить на Т в степени Т. Здесь μ это мат ожидания, а Т это наш порог. В данном случае Т равняется 4D, а μ это оценка на мат ожидания равно D. Подставляя эти числа в формулу, мы получаем Е в степени минус D, потом произведение ЕD делить на 4D в степени 4D, или другими словами это Е в степени 3D делить на 3 в степени 4D, и упрощая выражение, мы получаем 1 восьмая в степени D, или 1 на N в кубе. Это заканчивает доказательство нашей теоремы. Опять же, в этом доказательстве мы проследили только за теми пакетами, которые движутся от SI до RI, и мы не смотрели на вторую часть маршрута от RI до TI. Но легко видеть, что то же самое доказательство будет работать и для настоящей задачи, когда пакеты потом движутся в сторону TI. Единственное, что нам нужно более аккуратно посчитать мат ожидания. Это ожидание может удвоиться на этапе от SI до RI и добавить точно такую же оценку на задержку на этапе от RI до TI. Таким образом, мы получим оценку, которая в 4 раза хуже, чем ту, которую мы получили, вместо оценки в 4D, задержки 4D, мы получим оценку 16D и добавим еще 2D, это просто само расстояние, которое нам требуется преодолеть. То есть, мы получили, что с большой вероятностью через 18D к моменту времени или единиц времени все пакеты достигнут своего назначения. Опять же, в этом анализе мы не стремились оптимизировать константы и хотели сделать его немного попроще. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Я хотел напомнить нашим слушателям, что вы можете ознакомиться с программой курса на веб-страничке www.advancedalgorithms.com slash ru. Пожалуйста, заходите на наш YouTube-канал и подписывайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok